все по пугличку нормально друзья всем привет отправляюсь на рыбалку на новой техники это компания болт моторс решила мне предоставить технику на тестирование вот не побоялись потому что я все открыто честно показываю все неисправности это хорошо что фирмы производители они прислушиваются для того чтобы улучшать свою продукцию это бар болт моторс барбос макс а чуть позже сделано более подробный обзор пока вот первый буквальный выезд еще толком ничего такого не могу сказать вот но уже есть некоторые минусы некоторые плюсы я заметил более-менее так познакомился с техникой уже даже поломка одна произошла в середине видео я где-то сделаю обзор этой техники потому что уже расцвело вот и ну расцветает и сейчас надо ехать палатку ставить закармливаться вот в общем погнали вот такая красота окружает нас сегодня сейчас перемещался по лесовозной дороге по старой лесовозной дороге конечно не лучшие условия для мотособаки потому что вот эти клеи да еще в первый раз еду вот в общем было так напряжно один раз даже упал вот а дальше вот здесь по реке выехал здесь уже все раздолье пру прям нормально я балл поттерс подсказал что у нас нет больших снегов как они может быть хотели потому что техника рассчитан на глубокий снег вот но морозы большие расстояния дальние вот горы такие при подъема это у нас есть вот поэтому покажем все как есть вот поехали опасно фига вода открытая река течет так десять сантиметров можно чуть подальше проехать чем дальше тем рыбы крупнее что-то я очку и немножко комментарий скажет да нет ты конечно волшок контента мне потом вылазить и тут сантиметров уже уже сантиметров 7 но но еще портину чуть-чуть не более страшно за себя за технику за детей хорош ну что ребята начнем вот сколько всего я багажник запихал здесь и печка дрова и инструментов взял целый он ящик потому что ничего не ну блин фиг знать чего ожидать от новой техники лучше перестраховаться да и нагрузить не лишняя я даже вот этих палетов которыми буду топить печку взял целую упаковку не только да ну мне вообще хватит их три штуки но я взял полную именно чтобы для загрузки загрузить его проверить как он счетов но топлива у меня бенза чуть-чуть и вот дровишки я взял это кстати палетный бор с которым пришел буксировщик так печка давно и не раскладывал да так пока что так поставим потом сделаем как надо но теперь все склада так смотрится странно народ думает это чё это у него быстрее его затопить я правда не замерз пока потому что дорога была такая напряженная но в тепле как-то комфортнее все здесь рыбы нет как скажут некоторые я поймаю поверьте так и вот так холодно сейчас как затопил полетный борт не выкидывать живо пригодится на стопочку то сама то есть лунку сделаю блин вот неудобно знаете что что молния с одной стороны надо что вот так раз и так поддув пошла жаришка так еду прячем в первую очередь было куда-то сделать обалденно все по фэншую так ночью можно закрываться наверно летом хотела я использовать что так и нет не доставал ни разу ладно следующий раз о пошло дело ребята красота то какая вокруг все ляпота ляпота фигов вернуть этих вертышей о моё тут уже так хорошо сейчас прокоптится палатки тоже сделал лунку чтобы согреваться такая не любитель в палатке сидеть я больше люблю на открытом воздухе но воздух как-то свеженький 25 градусов но будет может быть днем 20 там 18 вот закормил я сейчас здесь немножко наведу порядочек вот очень рекомендую этот корм семечки молотой в кофемолке и сухари хранить вот банк из-под молока широкое горлышко насыпать удобно хранить ничего не рассыпается вот и нас ну насыпать в кормушку классно удобно да можно было дальше ехать прикорка стандартно семечки молотые в кофемолке и сухари так очередной совет если вам попадаются такие пакетики от ну от разных штук вот такие пакетики вот я их использую под удочки ничего не путается не цепляется не рвется не перетирается вот чё начинаем рыбачи на это я удочку здесь поплавочная сделал в том году я ловил скоромыслом в этом году решил немножко по-другому сделать два крючка на одном мотылек будет на одном опарыш вот смотрите вот это основная огрузка а вот это перегруз который лежит на дне мотылек будет лежать на дне лещ его будет поднимать плов будет плавать а здесь опарыш попробуем поплавочек я использую вот такой вот с лепестками эти лепестки обалденно сигнализирует случае мельчайших прям движений где-то купил в магазине однажды сейчас такого я наверно не найду сейчас столик поставлю сегодня у нас тоже будет перекус небольшой чуть приготовлю ну вот можно теперь и политик бросить братск братск город эх красота какая ребята основной народ где-то в километры от меня вот сюда что-то не хотят идти но видим на платве там сидят лещ туда редко заходит но я здесь в одиночестве как я люблю так ну что я пошел проверять лунки у меня короче три лунки в итоге получилось значит одна вот здесь самая глубокая вот здесь вот и в палатке то есть по двум пробежался пришел согрелся леща может стать на какую-то одну из лунок поэтому со мной вот черпак удочка и богорик и погнали нет нету фига себе это нифига нифига и такое холодно а типа так и здесь нифига не клевала что делать и делать переходим на блан б план б короче кинул диппер включил режим подлёдного лова здесь два сектора я вот этим практически не пользуюсь в основном пользуюсь вот этим вижу что на глубине вот сейчас у нас девять с половиной метров рыба присутствует прямо и стоит довольно таки много и вверх вот вместе вот вверх тот поднялся вверх поднимается это этого возможно пузырь от от корма вот а так в толще смотрите стоит то есть рыба собирает корм и поднимает это все на поверхность но эти это все смысле пузыри вот соответственно рыба есть на дне должно клевать на друзья рыбы много довольно таки на дне вообще прям нормально и вот первые тычки пошли все рыба есть вверх поднимается и вниз пузырит муть поднимает это очень хорошо сейчас попрет значит первая поклевочка произошла и так понимаю это окуль о нет ни фига себе плотва ничего себе 10 метров на парше взяла вот я говорю увидел какую-то рыбу нормально чистая плотва здесь глубине подъем их ты поднимала есть есть тоже дергается как плотва фигаси фигаси офигеть и окунь еще ё-моё вот этот дуплеты о вот вещи с 10 метров видел что что-то было там такое рыбка была думаю что может лещишка кауку на 1 жертву поставить мою покажи рыц уставил куда-то утащила поклевывать рыбку стало пошел расплыть и есть чашка поднимается лишь что ли вы горько то где у меня но похода фига себе слон ё-моё вот и лечь подошел называется сильный хорош лечь около килограмма блин классный лечь обалдеть захрюкал ё-моё ребята вот эту вещь муж кила нет но 900 наверно и железно мы только запутал мне тут всю снасть мою вот эту же дело только закинул сразу же тык-тык-тык-тык-тык смотри че это наверно не лещевывает наверно куневая клёвки и письки классно шевелит сразу видно поклевку видеть плотва бешеная плотва нагрызки тут бури какие-то оставил плотва клюнула бутерброд сделаем пробуем мы сразу а просто бешеный клёв упаять сопротивляется как а плотвинь то эту луку ничего какой хорошенький ну для нашего водохранилища толку прям такой матерый со дна взял хорошая книжка не будет мелкого поймать на живца не отвяжи рыться смотри а вот сразу же вообще прям не дает опустить собрался прогуляться на безмотылку плавить а тут заклевала что неплохой начало рыбалки плотвы 3 окуни 2 хохо подлещик 1 только начало так сейчас я все-таки проверю вот эти лунки подошел ли туда лечь так ну что проверим что у нас тут имеется это чок был тыкнула пусто проверим что у нас на этой лунки окунек окунек такой не мелкий все на нижнюю больше привлекает видимо постоянно проблематка грузила разное так распределены то вот постоянно путание резки порно так спротивляется вообще класс бешеная плотва еще с 10 метров уходит ходит как у ау вот это плотвень шарик сумец он какие яйца парши у меня крупная поэтому по одному одевают мотылька где-то ну штуки три насаживаю так чтоб хоть пучечку был не боюсь большой плеч заинтересовался лещ цель лещ нету дует вообще стал и мороз опять бешеная плотва ох нифига си ходит как крупненькая она здесь все все хорошие нифига две что ли окунь и супер мега плотва офигеть вот эта рыбалка фига она заглотила так аукун нам это току не живца живцам его сейчас пока не замерз быстрее а вдруг блин тут решил дровишек подкинуть капец не дает не дает просто эти надо сессию не сжечь ничего назад не вести абрикет чтобы остались смотри что творит уже подлет утащила что такое просто бешеный клев вот я подготовил здесь место для 2 жертвы ци чуть на уменьшение глубина пошла ну и ладно полечок есть как из пулемета клюет гуляет 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 гулять на опарыш один опарыш ставлю просто бешеный клев плотвы вот прям какая крупная вся заглатывать как ужас просто шава накидано пески как шевелится видно вот это поклевочки что-то крупненькая сила плотва на по кругу ходит плотва обычно прям очень хорошая офигеть ема нифигаси бешеная какая офигеть это плотвище на опускание да красотка смотри а че творится но не успеваю руки даже вытереть от нас за другой ты 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 упа что такое вообще что-то чем-то прям допустил сразу дух 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 поклевка с ума сошла это плотва давай давай потащила 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 меня на 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 блин к клюет вообще реально классно варига ходит и галкует сторону вообще бешеная просто столько я плату еще не ловил вообще как бы на леща приехал не знаю сейчас что-то мне кажется уже надоедать начинает это все попробую щас все-таки на чертик половить 1 за 1 кстати что примечательно она кого на чертик то вообще тишина ни одной поклевки плотвы даже не тюкает есть над попробовать гузди кубик поставить с желтым кубиком может плотва будет так пойду-ка я закормлю две лунки там еще что-то они как-то полин клюет юмая те лунки 2 пойду закормлю вот что-то они как-то не могу их разловить хотя леща уверен он стоит рядышком вот плыл есть по кругу ходит это плотва тихо 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 я убежал вот те на те вылез блин все тут не раскидал блин меж термос упал уже устал от этой плотвы стал под надоедать хочу леща но борьба офигеть интересно прям борется по кругу доходят прям хорошо не крупная может пока просто не поняла что поднимается точно не фигасе вообще не спротивлялась офигеть и опарыши съели ну и клёв ребята ну и клёв кушок на этот раз еще раз покажу поплавок как бы крупным планом таким вот такой пенопластовый здесь кембрик фиксирует такой тонна подвесочки есть кольца и на нем вот такие вот какие-то пластинки из какого-то тонкого пластика и вот они вот показывает поклевку очень четко сейчас у меня на поверхность сейчас я очень притоплю вот и вот так вот он стоит вот видите начали пески шевелиться все это рыба вот подошла и начинает его когда всплывают лепестки такие в горизонте его видали его поднимает 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 начинает терпать вот подняла папа сидит хороший поплавок не нравится будем больше я не встречал нигде вот как-то нашел один раз в магазине их сошла вот так вот клюет плотва сначала тюкнет потом тюк повела повела ну либо всплывает это распавела давай 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 шуёден вот парша вот давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай дает обтуда есть о тяжеленькой плотва по кругу по кругу ходит вау фига ушла аж куда в сторону иди сюда некоторая сильно некоторые слабенько сопротивляется а некоторые прям вообще в этот момент это не путают обычно здесь до плотва сегодня прям не устует ребята сделал такие вот пучки запарышей надежде на конечно же леща хотя я уверен сейчас плотва просто одолеет вот что и требовалось доказать как клевал так клюет и вообще пофиг по моему она буду ждать стопроцентный поклёв о нет и газе сидит далее далее такие размеры плотвы что пучок такой вон он где и еще пофигу по шарам ей тупо давай что тактика моя сработала вот на этого опарыша попался подлещик вот такой вот небольшой поприятный плотва попалась крупненько борется как травлю приходится плотва вот винты к плотвей уже оделся проверять те лунки лещовые пойду все-таки леща хочу потягать но не дает уйти а вот фигачит и фигачит и все на речу творится просто хорошая плотвень такая сегодня идет прямо на за одной так все пошел хватит плотва уже лещ лещ нужен лещ без мотылочку ох и приду наверное скоро перекусить обед временная час да до пол второго пора обеда часы пробегусь ого на фигачил